И всем привет ребят, с вами Старбанка, я еще записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашей мобильной версии открытия контейнеров. И если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройки игры в аккаунтике, установите ему личный тег ТЕГТИМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо сегодняшнего видеоролика, то сегодня вместе с вами мы будем открывать контейнеры. Мне один из подписчиков сказал, что сейчас шансы открытия контейнеров с телефона якобы выглядят даже жестче, чем открытие контейнеров на компьютерной версии. Проверим, так ли это на самом деле. Есть у меня 400, ой 400, 204 обычных контейнера. Из них, ну наверное, сколько там, 190 или 195, сколько там будет, мы откроем и посмотрим, что нам из этого всего дропнет. Дропнет ли мне с этого количества хотя бы раз 100 танкоинов? Какое количество будет хороших дропов? Какое количество будет нехороших дропов? Открывать все эти контейнеры мы будем также по пятнашке. Экспериментировать в этом плане мы ничего не будем. Так, и мне здесь была еще интересная темочка. Какая-то здесь была интересная, что это такое? Что вот это такое? Что здесь такое на этой версии предлагают? А, ежедневные танкоины предлагают здесь. Все, понял, понял. Понял, здесь много всяких вот таких вот интересных приложущих на телефоне сделано, чего на компе у нас нету. Так, ну и будем открывать, ребятчики, по пятнашке. Приступаем, смотрим, что у нас по дропу. Есть ли здесь возможность вообще ускорения контейнеров? Нет, походу здесь ускорения контейнеров нету. Они и так должны довольно быстро открываться. Так, пока что... Пока что все дефолта. И заканчивается все на синем свече. Ух ты, золотым сразу? Оглушающие нано-боты падают нам с первой же пятнашки? Неплохо. Первое золотое свечение сразу. С первых же 15 открытых контейнеров нам падает с мобильной версии. Очень неплохо. Быть может, сейчас у нас даже какая-то раскурочка произойдет после таких начал. И может быть, нам довольно неплохо навалит по итогу. Вторая пятнашка заканчивается на всего лишь синем свечении. В принципе, дефолтно. Ничего сверхудивительного в этом плане мы не увидели. Но то, что нам упало уже одно золотое свечение, это говорит о многом. И это очень и очень интересно. Два синих на конце с десяткой и с соточкой аптек залетает у нас дальше. Ну и пока что мы ждем золотое свечение с танкойнами. Золотое свечение с танкойнами, чтобы я сказал, что это прям нереальная бомбочка. Фиолетик есть с эпическим ключом. И это конец еще одной пятнашки. К слову о мобильной версии. Здесь у нас же до сих пор остались контейнеры, да, как будто бы. Здесь ключей еще с видом именно доработанным нету. Но я думаю, что в ближайшем будущем это все дело тоже у нас сделают. Падает 4 синих. И еще один эпический ключ. Неплохо. Бэн, реально с мобильной версии как будто бы падает очень интересно. Как будто бы падает очень интересно с мобильной версии. Реально тот человек, который мне сказал, чтобы я попробовал открыть контейнеры с мобильной версии, был прав. И здесь по свечениям, по крайней мере, пока что выглядит интереснее. Открыли мы 100 контейнеров. И пока что сотки где-то 3 или 4 фиолета и одно золотое свечение. Это явно больше, чем у нас было на основном аккаунте с компьютерной версии. И еще одно синее. Два синих в ряд. И на синих все это дело заканчивается. Еще 100 контейнеров у нас остается. Шанс на какой-нибудь вкусный дроп есть. 100% есть. Учитывая то, как это все дело открывается. И есть шанс как будто бы увидеть еще одно золотое свечение. И тогда я был бы мега сильно рад. Уже до ляма кристаллов мы вместе с вами долетаем. Не помню, сколько там было крисов при начале открытия этих контейнеров. Но по ощущениям там было где-то, наверное, 1850. Да, но в любом случае... Опачки! Второе золотое. Токсичные нанороботы. Наноботики падают. Два золотых свечения уже нам падает с обычных контейнеров. Интересно. Очень интересно. Похоже, я все свои контейнеры буду постоянно теперь открывать с мобильной версии. Потому что здесь как будто бы шансы остались либо такие же, которые были у нас до этого. Либо же они здесь даже повышенные шансы. Только вот вопрос того, почему это так работает. Почему здесь шансы повышенные. А с обычной версией игры у нас не падает так вкусно. Еще один фиолетик. И это эпический ключ. Нормально. Три ключа нам уже упало. Три ключа и два золотых, ребяточки. Ну и круто. Шикарно, я бы сказал. Шикарно. 10 предметов. 2, 13, 14 и 15. 15 заканчивается у нас с синим свечением. Еще одна пятнашка. БМ кристаллов прям очень неплохо насыпало. Кристаллов прям очень неплохо насыпало. Так еще и с двумя золотыми свечениями. Так, ремочки x2. И с ремочками x2 все дело заканчивается. Остается у нас 9 контейнеров. Ну давайте откроем тогда уже. Добьем все абсолютно. Добьем уже все абсолютно. Здесь есть возможность открытия по одному контейнера и по 5. Ну и 4 контейнера по одному откроем. Смотрим, что здесь по одному нам упадет. Может еще одно золотое. И золотое. Нет, миночки. Ну что я могу сказать. Круто. Очень круто. Упало 2 золотых свечения. 4 или 5 фиолеток. Ну и в целом по кристаллу, по дропу вышло очень и очень неплохо. 100% либо мне повезло, либо реально, реально шанс выпадения контейнеров с мобильной версии значительно больше, чем с как раз таки версии компа. И теперь у меня встает вопрос. У меня есть 206 эпических ключей, ультра контейнеров. Может мне есть смысл открыть их с как раз таки мобильной версии? Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился, если был полезен. Попробуйте открыть свои контейнеры тоже через мобильную версию и написать, как дропает вам. Обязательно поддержите данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Вот такое вот открытие у нас сегодня получилось. Всем удачи и всем пока.